С 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей. С одной стороны они были упрощены, но с другой ужесточены. Нововведения детально изучили наши корреспонденты. За что теперь придется платить штрафы и с чем связано ужесточение закона смотрите в следующем материале выпуска. По новым требованиям перевозить детей в возрасте до 7 лет нужно только в специальном автокресле. Это правило теперь не приложено. Если раньше можно было использовать бустеры, то сейчас их отменили. После 7 лет ребенка можно пристегивать ремнями безопасности. Однако на переднем сидении для детей до 12 лет должны использоваться удерживающие устройства. Исключений по этому поводу в законе нет. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. И еще одно нововведение. Теперь детей до 7 лет нельзя одних оставлять в автомобиле. Наказание за несоблюдение этого правила 500 рублей. Также запрещено перевозить детей на мотоциклах. Принятые законы, вынужденная мера. Количество ДТП с участием детей увеличивается, в том числе и в Славянском районе. Вызывает озабоченность количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В настоящее время таких дорожно-транспортных происшествий уже зарегистрировано 9, в которых 10 детей получили телесные повреждения. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров, сотрудники Славянской госавтоинспекции провели рейд. Ребенок – главный пассажир. В результате проверки один водитель был оштрафован. Ситуация с высокой аварийностью на дорогах, в том числе и с участием детей, вызывает обеспокоенность не только у сотрудников ГИБДД, но и у представителей власти. На проведенном районном заседании комиссии по профилактике правонарушений одним из главных в повестке дня стал вопрос о состоянии дорожно-транспортного травматизма в текущем году и принимаемых мерах по его снижению. Так, с начала года на территории района произошло 74 аварии, что на 10 больше, чем за тот же период 2016 года. В этих ДТП погибло 16 человек, 99 получили травмы различной степени тяжести. С целью снижения аварийности, а также пропаганды безопасности дорожного движения, сотрудниками отдела ГИБДД проводятся различные профилактические акции, мероприятия, лекции как с детьми, так и с родителями. Хотелось бы обратить внимание на то, что в летний период наблюдается всегда рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Хотелось бы обратиться к родителям о том, чтобы ежедневно контролировали поведение своих детей, не доверяли велотранспорт, мототранспорт, особенно мототранспорт без наличия водительских удостоверений. Это соответственно. А также напоминали детям о правилах поведения на улицах и дорогах, о правилах перехода проезжей части и были всегда для родителей, для детей своих примером в поведении на дороге. В летний период с началом отпусков и поездок на море транспортный поток через наш район увеличивается в несколько раз. Будьте предельно внимательны и вежливы на дорогах. Детей перевозите согласно новым законам и требованиям. Дорожная обстановка наколена до предела. Берегите себя и своих близких. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».